Продолжение следует... В определенных отраслях в рамках так называемой четвертой промышленной революции ежегодно меняются технологии и бизнес-модели. Новые технологии, интернет вещей, облачные технологии, распределенный реестр, блокчейн, искусственный интеллект, большие данные кардинально меняют бизнес, кардинально меняют управленческие процессы и в первую очередь меняется сама скорость принятия решений. Цифровая трансформация – это новая реальность, важное место в которой отводится цифровым данным. Данные в цифровой форме становятся фактором производства. Умение работать с большими данными выводит компании, отрасли и страны в целом на новый конкурентный уровень. В условиях стремительного развития информационных технологий Международный союз электросвязи должен оставаться ведущей площадкой Организации Объединенных Наций для согласования коллективных подходов к решению актуальных задач в сфере развития информационных технологий, включая интернет. Ключевой задачей Союза должно оставаться наращивание международного сотрудничества для безопасного и рационального использования всех видов электросвязи. Россия, как и прежде, намерена последовательно выступать за принятие в МСЭ норм и правил ответственного поведения государств в информационном пространстве. Отстаивать принцип неприкосновенности личной жизни и защиты личных данных в сети интернет. Активизировать усилия по борьбе с преступным использованием интернета и КТ в целом. Мы приветствуем инициативы, направленные на укрепление потенциала развивающихся и наименее развитых стран и расширение их возможностей по использованию интернета, включая создание инфраструктуры широкополосного доступа. Российская Федерация с большим уважением относится к деятельности МСЭ и его руководства и гордится наличием в МСЭ зала, названного в честь выдающегося русского ученого Александра Степановича Попова. Пользуясь случаем, хочу отдельно поблагодарить руководство МСЭ за его сохранение и в будущем при строительстве новой штаб-квартиры. Россия, являясь одной из стран-основательниц Союза, традиционно выдвинула свою кандидатуру в Совет МСЭ, а также кандидатуру Николая Варламова в радиорегламентарный комитет. Уверены, что участие России в работе Совета МСЭ и радиорегламентного комитета будет способствовать укреплению позиций и повышению роли МСЭ в информационном мире, а также дальнейшему развитию и процветанию Союза. Просим поддержать наши кандидатуры. Благодарю вас, господин председатель.